Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая, и вот я сейчас досаживаю вот эту грядку томатов, такая села записать, ну какие сорта, чтобы потом не перепутать, здесь же очень много сортов. Села, задумалась и решила с вами еще раз поговорить на тему, потому что очень-очень-очень много комментариев и вопросов люди действительно не понимают, зачем так рано высаживать, вот высаживала я вот эти, например, томаты, или высаживала вот тоннель, которую сейчас открыла. Но я сейчас вам хочу показать, как наглядно, чтобы некоторые поняли, конечно, я не призываю никого высаживать рано, это и хлопотно, это и рискованно. Когда я высаживаю рано, у меня всегда есть на запасе чем заменить. Но если мы посмотрим, вот сейчас 21 мая, я высаживаю рассаду, и у многих сейчас такая ситуация, высаживаю рассаду, которая уже немного переросшая, и ей очень подходит слово замученная, потому что смотрите, какая она бледно-желтенькая, хотя она стояла в теплице в более комфортных условиях, такая же рассада у людей на окнах, такая же рассада у людей дома на стеллажах, все пишут, рассада перерастает, не знаем, что делать, ее уже пора высаживать, она вытягивается, она светлеет, желтеет. И та рассада, которую я высадила в холодные сроки, вы видите, какая большая разница, она выглядит совсем по-другому. Она темно-зеленая, она такая, как... Даже, несмотря на то, что некоторые, я вчера показывала некоторые листики, прихваченные морозом, она выглядит, даже внешний вид, видно, что она более здоровая, она более адаптированная. Это вот хорошо, сегодня идет дождь и пасмурная погода. Представьте, что испытывала бы вот эта рассада, и какого качества она была бы через 2 дня, если бы я высаживала в жару. Да, я иногда и не тканками укрываю, и раньше какие-то даже фанеры выставляли над рассадой, чтобы она в жаркий период не болела. Но высаженная в поздние сроки, она и так ослабленная, перерощенная. Тут еще жара, я говорю, сегодня мне повезло, что вот такая погода. И получается, что у нее на большой период она затормозится. В прошлом году я думала, что вот на этой грядке у меня рассада вообще не выживет. Я высадила, и как ударила жара 30-градусная, вот конец мая, начало июня, она лежала как дохленькая, не могла я ее ничем поднять. Я ее в лунке поливала, и я ее не тканкой вот так дуги делала, прикрывала. Это тоже такие же хлопоты, как я делаю то же самое, когда утепляю вот эти томаты, а эти сохраняю от жары. И я для себя решила, что если у меня трудозатраты такие же, если так же, что может замерзнуть и может сгореть, то лучше я высажу раньше. И вот мой многолетний опыт показывает, что похолодание зачастую томаты переживают легче, чем большие вот такие продолжительные периоды жары, нещадной такой, аномальной жары. А в тоннеле-то вообще, вы посмотрите, какой изумрудно-зеленый цвет у растений, которые были у меня тут под сугробами, под различными. Вот я их открыла сегодня первый день. Я вчера говорила, что я хотела их полить. Но тут бог смилостивился, полил дождиком. Мне теперь не надо даже поливать. Я сейчас буду ждать, когда она будет отрастать. Я потом про тоннель отдельно вам все расскажу. Расскажу, что с краев они, конечно, поменьше, а в середине, видите, вот как в середине гряда, там толстые такие, здоровые, демидовые, все ярко-зеленые. Вообще даже не подумаешь, что они такие морозы пережили. Целый месяц без полива. Я их вообще не открывала. Но вы видели, у нас был мороз, было все закупорено. И вот глядя на эти растения, на те, которые раньше я высадила, у меня же есть всякие, я говорю, что я разные периоды, на те, которые раньше высадила, на те, которые позже высадила. А вот видите, вон там, вдоль теплицы, тоже очень-очень рано высадила. Они цветут вовсю. Я все-таки делаю вывод, но этот вывод только для меня. И я рассказываю только о своем огороде. Я не говорю, что это нужно делать всем. Ясно, что когда я была занята на работе с утра до вечера, я не занималась вот этой вот свистопляской. Но сейчас, когда у меня время много свободного, когда я на пенсии, для себя я поняла, что мне все-таки больше нравится, когда высажены раньше, когда они сейчас так же цветут. Вот они в таком же возрасте, они тоже цветут. И эти цветут. Ну цветут они все по-разному. Эти вот, ну вот прям на них жалко смотреть. И вот по-хорошему-то вот такой рассаде сейчас нужна бы и подкормка, и все такое. Но у меня многие знают, сегодня вот прочитала комментарий, что всем нравится фраза «Ничего не делайте, ждите». Здесь я, конечно, ничего не буду делать, потому что я пойду сейчас в другие участки высаживать, в третьи участки высаживать. Я пока последние высаживаю, эти оклемаются сами. Но если у хорошего хозяина, у кого, например, всего 100 штучек или 120, то вот такую рассаду высадив, конечно, люди и подкармливают, и опрыскивают, и все. Я уже сегодня говорила про замороженные. Тут можно и вот в такой ситуации, можно и азотосодержащим подкормить, и янтарной кислотой опрыскать, и бором опрыскать. Я что-нибудь, может быть, и сделаю. Но, скорее всего, я хочу сделать зачастую, но мне не хватает времени. И вот когда вот одна женщина сказала, что «Ой, вы лукавите, вы очень много делаете подкормок, иначе бы ничего не выросло». Просто люди не понимают, что когда выращиваешь в одно лицо 2000 корней томатов, хотел бы подкормить, до времени не хватает. Вы представьте мне, сколько высаживать. У меня еще вот третья и четвертая теплица не высажены, и пятая еще не высажена. Неужели я буду ходить вот каждую луночку, поливать эту подкормочку? Нет, конечно. Я, может быть, покажу, чтобы не быть совсем эгоисткой, потому что я знаю, как это делать, я знаю, как это все работает. Но я зачастую не делаю, потому что я знаю, что оно и само все вырастет. И мне, видите, у меня какая ситуация. Мне это здесь не к спеху. У меня есть для раннего урожая целая теплица, которая будет очень рано, мне отдаст. Ну, а эти вырастут чуть позже. Ну, и бог с ними. Будут, значит, в конце лета. Я знаю, что они сейчас будут немножко болеть, будут долго адаптироваться без моей помощи, без всяких опрыскиваний, без подкормок. Я ради интереса хочу с интервалом в две недели снять вам видео, в конце лета показать, какие жалкие я их высадила, как они потом своими силами восстановятся, как они позеленеют, как они разрастутся, как будет осенью, сколько томатов, все это будет. Ну, опять же, вот кто-то неправильно воспринимает мои слова, кто-то правильно понимает. Да, вот в таком случае нужна подкормка, но лично в моем случае она мне не нужна, потому что у меня для раннего урожая есть другие томаты. Если бы для вас они были единственные, то лучше, конечно, им помочь. И я вот сбилась, конечно, с тем, что, глядя вот на эти томаты, глядя на те томаты, которые я раньше высаживала, я для себя, лично для себя, еще раз повторяю, сделала вывод, что мне подходит больше раннее высаживание, мне больше нравятся вот такие, к началу июня, уже закаленные, взрослые, толстые, адаптированные растения, чем вот эти, на которых жалко смотреть. Но я вам показываю все это для того, чтобы вы просто выбрали, для того, чтобы вы посмотрели, что можно и так сделать, можно и так сделать. Еще я буду высаживать и после 10 июня в традиционные для нашего региона сроки, потому что представьте, когда освободится вот это место, тоннель-то мой, пока я вот эту всю рассаду раздам, и как раз будет уже июнь, еще и здесь я высажу, и потом я дам вам возможность посмотреть, как будут чувствовать себя томаты высаженные, когда все нормальные люди высаживают, и как будут в это время уже чувствовать себя томаты, высаженные в то время, когда высаживают только очумелые огородники, к которым я себя причисляю. Все, до свидания. Я надеюсь, что все мои зрители понимают меня правильно, хоть и некоторые появляются такие люди, которые не понимают и не верят. Вот я вчера говорила, что у меня появилась белокрылка, вот день назад, и доставляет она, конечно, очень много хлопот, но в этот же день появилась еще и Анастасия Архипова, которая для меня вот это событие хуже белокрылки, когда я показала, что у меня остатки рассады вот этих толстоногих, что они вырастают в лотке, без различных подкормок, без всего она пишет, ну врать-то зачем, но я знаю эту кухню, но разве без подкормки вырастешь? Ну каждый судит по себе. Я еще раз, я ей пыталась сначала объяснить, потом не стала объяснять, ну не веришь и не верь. Я зачем буду подкармливать томаты, которые у меня остались совсем лишние, совсем ненужные, которые я даже не стала распикировывать, потому что они просто лишние, у меня территория огорода не позволяет столько вырастить, и зачем я их стала бы подкармливать, если я на них вообще не надеялась? Они вот уже, ну как вообще запасные-запасные, третий вариант скамейка запасных, и все равно человек уверен, что это только благодаря подкормкам можно вырастить. И вот как раз эта тема соприкасается с той темой, когда я говорила, что не увлекайтесь агрохимией, что я не делаю лишние, опять же пишут, да нет, вы все равно делаете, я делаю, но разумно, каждая подкормка должна быть обоснована, и уж лишние томаты, которые у меня остались от выращивания в тоннелях, один-два лотка подкармливать я не буду, я не буду тратить свое время, зачем нужно, если я не знаю, куда их высадить, если я не успеваю их распикировать, если у меня нет территории в огороде. И люди такие поверхностные, они не думают, это лишь бы заскочить, да врет она все, все. Так зачем ты тогда заходишь на этот канал и слушаешь, и тут же пишут, что я благодарна вам за советы, вот как там одна женщина, я не понимаю этого лицемерия, и вообще такие люди интересны, если вы думаете, что я вру, ну и слушайте тех, кто не врет. У нас блогеров очень много, и я даже блогером себя не считаю, я просто показываю все, что я делаю, никогда я специально не буду что-то там изобретать, какую-то тему придумывать, вот что есть в реальном огороде, то и показываю. Вот видите, херовенькая рассада, какая есть, такую я показываю, такая мне не нравится. А вот эта нравится, все, до свидания, остановимся вот на этом, на позитивном, на хорошей толстой. Люблю толстую, люблю зеленую, пусть она даже немного подмороженная, но она все равно догонит.